МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно много говорить о вреде наркомании и наркозависимости. И тем не менее взрослые и сознательные люди осознанно идут по пути саморазрушения. К чему это может привести, какие последствия и можно ли выйти из этой петли, замкнутой? Поговорим об этом сегодня. Тема нашего эфира – наркозависимость. Я Леана Парчуева. Здравствуйте. И на наши вопросы сегодня отвечают специалисты Республиканского наркологического диспансера Шарипова Динара Магомедовна, заведующая наркологическим отделением. Магомедова Разият Махдиевна, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Для себя до того, как мы начнем эфир, я бы хотела напомнить, что мы работаем в прямом эфире, номер в студии 694472. А пока звонки не начали поступать в студию, я бы хотела узнать для себя, когда наступает вот этот переломный момент, когда легкое увлечение какими-то веществами перерастает в настоящую зависимость, когда человек уже не контролирует себя. Давайте я отвечу на этот вопрос. Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы знаете, так как я практикующий врач, для меня вот этого разделения на легкие тяжелые наркотики, оно не существует. Потому что, когда мы принимаем пациента, мы начинаем наш опрос всегда с анамнеза. И нам интересно, как это началось, в какой ситуации, в каком возрасте. И, как правило, основная масса, ну, можно сказать, 90% наших пациентов начинают с так называемых легких наркотиков, к чему они относят каннабиноиды или анаша в простонародье. Так вот, для нас это всегда пусковой механизм. Это приводит нервную систему в готовность к возникновению зависимости. И не такие безобидные это наркотики, потому что у очень многих именно каннабиноиды и производные каннабиноидов вызывают тяжелейшие психозы, которые при неадекватном лечении могут просто перерасти в шизофрению. Поэтому ситуации абсолютно разные у всех. Для вот первого, так скажем, дебюта употребления наркотиков, у кого-то день рождения, у кого-то веселая компания, кто-то попадает под влияние, кого-то целенаправленно подсаживают. Потому что, опять-таки, хочу развенчать этот миф, что зависимые люди — это люди из неблагополучных семей, какие-то социально запущенные и так далее, и тому подобное. Это миф. Как правило, это все люди социально обеспеченные, потому что бедный, необеспеченный, зависимый наркоман никому не нужен. Нужен человек обеспеченный, который может постоянно приобретать наркотик. То есть их целенаправленно подсаживают на наркотики? Многих целенаправленно подсаживают. Не могу сказать за всех. У многих любопытство, скажем так, играет. Попробуем один раз, мы не будем зависимыми. Ну, на то это и наркотик, что очень часто достаточно одного раза. Ну, то есть часто это начинается как такая игра, да, скажем так, достаточно опасная? Любопытство, игра, не, так сказать, не ударить в лицо, в грязь лицом перед какой-то своей группой, да, компанией, не проявить слабость, так скажем, хотя... Хотелось бы дополнить ответ Динара Магомедовна. Дело в том, что раньше все-таки было немного другого потребления, то есть в каком плане? Люди, именно синдром зависимости, он возникал не так быстро, Динара Магомедовна, да, если я ошибаюсь, меня поправите. Сейчас же, к сожалению, изобретают такие наркотики, которые вызывают зачастую привыкание с первого раза, со второго раза. Поэтому мы неоднократно на своих профилактических мероприятиях акцентируем внимание на том, что даже пробовать не стоит, потому что действительно потом это перерастает уже в проблему, в зависимость, и с этого уже начинается. Поэтому, как говорит Динара Магомедовна, понятия легкие наркотики, к сожалению, не существует. Ну, вот если говорить о нашем регионе, да, какие наркотики у нас распространены? Это все-таки что-то растительное, или это вот те самые синтетические наркотики, которые вызывают очень быстрое привыкание и очень сильно бьют по организму, насколько я знаю? Ну, опять-таки, я, так как я практикующий врач, мы ежедневно общаемся с нашими пациентами, и, знаете, мы с ними много разговариваем, потому что нам очень интересно, с чего это начинается, как это начинается. И тоже, знаете, своего рода цикличность на моду, на наркотики. Мы ее тоже отслеживаем и наблюдаем. И в последнее время наши сотрудники очень часто выезжают в другие регионы России. Так вот я хочу сказать из своих наблюдений, из своих командировок. Так как у нас употребляют, ребята, очень на территории России не везде так употребляют, потому что, к сожалению, наши зависимые, они могут употреблять несколько видов психоактивных веществ. То есть там могут быть и растительные наркотики, и психостимуляторы, которые вот сейчас набирают самый большой оборот и самое большое количество пациентов с этой именно зависимостью. Ну и таблетированные формы психо... Ну, так называемые аптечные наркотики на сленге, они никуда не деваются. То есть и не хочется называть сейчас в прямом эфире название этих веществ. Лучше не стоит, потому что... Да, но они никуда не делись. Они тоже присутствуют в употреблении. То есть один и тот же пациент может употреблять до трех-четырех видов разных веществ, разных совершенно классов. Даже так. Давайте мы с вами чуть-чуть попозже обсудим вот этот момент аптечные наркотики. А сейчас у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Уже все, задавать вопрос? Да, мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Девушка, задавайте вопрос, вы в эфире. В общем, хотела узнать, почему в нашей республиканской наркологической диспансере не вводят, например, более эффективную программу, вот 12 шагов. Она есть во всех вообще реабилитационных центрах, платных, частных. Когда-то я с этой проблемой столкнулась, ну, где-то 12 лет назад, проблема была с моим сыном, мне пришлось его ввести в Уфу реабилитационный центр. Ну, я могу сказать, что на тот момент связывалась со многими такими же проблемами, семьями. И все рекомендовали программу «12 шагов». Насколько я знаю, здесь, в городе, за эти 10 лет, навряд ли что-то поменялось в государственном учреждении. Почему бы не перенять опыт вот этой вот программы «12 шагов»? Спасибо, спасибо за вопрос. Итак, какая у нас программа? Мы хотели поговорить об этом попозже, но вот поступил звонок, да, давайте поговорим сейчас, как проходит реабилитация, что это за программа «12 шагов» и какие методы лечения реабилитации есть у нас в республике. Программа «12 шагов», она принята, ну, и по этой программе работают практически все реабилитационные центры. К сожалению, так как у нас мало коек, ну, скажем так, для такой, для республики, у нас развернуто в Махачкале 20 коек и 45 коек в Кизляре. И вот на этих койках мы должны проводить и лечение, и реабилитацию. А программа «12 шагов», мы с ней прекрасно знакомы, наши психологи, психотерапевты работают тоже по этой программе, но не нужно забывать, эта программа, она рассчитана на длительный период времени, и физически пациент столько времени не находится в стационаре, чтобы пройти эту программу. По большому счету, там каждый шаг, он, у кого-то, кто-то может этот шаг написать за один месяц, у кого-то это может растянуться на годы. Поэтому только вот временной, именно временное ограничение нахождения в стационаре, пребывание, оно просто, ну, физический пациент не может успеть пройти эту программу. Поэтому, да. Я допомню, Динара Гомедовна, дело в том, что все-таки наркологический республиканский диспансер, он в первую очередь решает вопросы именно лечения от наркозависимости, именно лечения, допустим, человека, который поступил к нам в психозе, то есть в остром состоянии, в состоянии обстиненции. Тут речь идет не о том, чтобы его реабилитировать, нам необходимо купировать его острое состояние, вывести из него. Далее, программа рассчитана у нас, конечно, поэтапно, поэтому задача наркодиспансера – это медицинское лечение в условиях стационара, далее медицинская реабилитация. Также у нас в Кизляре, как сказала Динара Гомедовна, единственное государственное реабилитационное отделение, но дело в том, что именно вот эта вот программа «12 шагов», она именно относится больше как… это работа с психологами, это больше идет как бы в сторону соцтруда и так далее, в их сторону, поэтому со своей стороны у нас абсолютно есть все необходимые инструменты, рычаги для решения проблем в остром состоянии. «12 шагов» все-таки она идет уже по времени, как сказала Динара Гомедовна, это в условиях стационара осуществить, к сожалению, нецелесообразно, одним словом. Поэтому, конечно, стремиться нужно к этому, потому что буквально в прошлом году у нас было соединение кизлярского филиала, и работу мы начинаем, поэтому мы будем, думаю, наращивать темпы, и в условиях реабилитации, конечно, будут предприняты необходимые и программы, и государственные программы, поэтому все только впереди. Перед тем, как готовиться к этой передаче, мы выезжали к вам в диспансер, я бы хотела, чтобы мы сейчас в нашем сюжете посмотрели, как проводится диагностика и лечение в диспансере. Число употребляющих наркотики во всём мире продолжает расти. Согласно данным ВОЗГ, к 2022 году цифра превысила 300 миллионов человек, что на 20% больше, чем 10 годами ранее. Причём число людей, употребляющих тяжёлые наркотические вещества, тоже возросло в процентном соотношении. Опасность современных синтетических препаратов в том, что они практически сразу вызывают зависимость и плачевно сказываются как на физическом, так и на моральном состоянии человека. Пациенты получают лечение в наркологическом отделении, медицинское лечение, то есть медикаментозными препаратами, приблизительно 2-3 недели, в зависимости от состояния и от решения, которое принимает лечащий доктор. Также при желании пациент может получить у нас медицинскую реабилитацию сроком до двух месяцев. То есть в этом ему помогает врач отделения, психолог, у нас есть очень опытные психологи, которые проработали очень большое время с такими пациентами. Также у нас психотерапевты в отделении работают, которые проводят необходимую работу с такими пациентами. У нас также работают социальные работники, которые помогают для решения социальных проблем, которые возникают у наших пациентов. Выявить наркозависимого человека не составляет труда. Республиканские диспансеры ежедневно привозят людей в невменяемом состоянии. В задержанных ходят транспортных и патрульных рейдов. Анализ поможет показать, каким именно наркотическим веществом человек травит свой организм и даже как долго он это делает. К нам поступают анализы со всей республики Дагестан. Это как из кабинета медицинского освидетельствования, так и с различных больниц. То есть, где есть отравления, где есть комы, мы проводим исследования интернализов на наркотические средства и психотропные вещества. Мы проводим исследования на наркотические средства и психотропных веществ и в моче, и в крови. Все зависит от того, что он употребил, как давно употребил и в какой дозировке употребил. И, соответственно, многое зависит от его организма. Возраст, вес, рост, ну и, как вы сказали, как часто он употребляет. Мы находим все, что сейчас есть, скажем так. То есть, у нас есть три газовых хроматографа, два с масс-детекторами, то есть это на наркотики и психотропные вещества. А один газовый хроматограф, он с детектором пламенного сгорания, он на алкоголь. Удерживать наркозависимых людей силой и пытаться вразумить их лечить не имеет смысла. Так как, переступив порог клиники, они в первую очередь отправятся в поисках новой дозы. Однако тем, кто осознанно хочет решить свою проблему и готов бороться со своими слабостями, наркодиспансеры готовы оказать всю необходимую помощь. Причём работа ведётся комплексно. Медикаментозная терапия сопровождается психологической поддержкой, за которой пациенты могут обратиться в любое время. Итак, это программа «Здоровье», и мы сегодня обсуждаем наркозависимость. Плачевную, очень неприятную привычку, которая приводит к тяжёлым последствиям. Но тем не менее, люди осознанно ступают на этот путь. До того, как прерваться на сюжет, мы говорили о том, что, вот, звонила телезрительница, говорила о реабилитации, и вы сказали, что у нас больше 60 коек. И вот у меня 20 в Махачкале, да, 45 в Кизляй? 20 в Махачкале именно для лечения пациентов с зависимостью, с наркозависимостью. Ещё у нас 50 коек для пациентов с зависимостью от алкоголя. Вот в связи с этим у меня вопрос, да, ну, как бы, если говорить чисто по наркомании. 60 коек – это ведь не так мало на самом деле. Неужели у нас такое большое число наркозависимых людей? Наркозависимых у нас, к сожалению, количество только растёт. Не можем сказать, что какой-то геометрической прогрессии. Но тем не менее, рост идёт, если сравнивать с предыдущим годом, с 22-м, с 21-м годом. К сожалению, лица в основном туда способного возраста, молодые люди, молодые женщины. Вот. Также по поводу, как говорила Дината Магомедовна, наркотиков, оно имеет свою цикличность. То есть, если смотреть статистические данные, мы видим, что какие-то наркотики в этом году или, например, за какой-то определённый период, они уже потеряли свою популярность. Популярность набирают виды других наркотиков, например. Но в общем количество наркозависимых у нас растёт, к сожалению, в республике. К вам, насколько я понимаю, привозят часто на освидетельствование, да, людей в состоянии опьянения, патрульные, там, гаишники. Только ли вот так удаётся выявить наркозависимых людей, тех, кого к вам привезли на освидетельствование? Или есть люди, которые сами осознанно понимают, что у них уже тяжёлая зависимость, и приходят и говорят, помогите мне, пожалуйста? Я скажу, Тинара Магомедовна, кабинет экспертизы, куда привозят к нам граждан на освидетельствование, конечно, помогает в помощь выявлению наркопотребителей. Но также скажем, что у нас совместно с Минздравом нашим, Минздраво-здравоохранение, разработан приказ по раннему выявлению лиц употребляющих наркотические вещества. О чём этот приказ? Там идёт больше акцент на то, чтобы врачи общей лечебной сети, чтобы у них была настороженность в этом плане, потому что именно они чаще встречаются с пациентами, с родственниками. Допустим, участковый терапевт, он, получив вызов на дом, он приходит к ним домой и видит, в каком состоянии там находится не только человек, который состоит у него на учёте, но и, соответственно, его домочадцы. Поэтому, увидев, что, возможно, употребляет кто-то, он может об этом нам сообщить. То есть в приказе это всё прописано, он обязан сообщить, отправить экстренное извещение о том, что он был факт употребления, и мы с этим как бы принимаем меры. Мы проводим профилактическую работу с этим человеком, предлагаем пройти у нас обследование, диагностику, соответственно, лечение. Не обязательно это будет стационарное лечение, потому что не обязательно, что там развилась зависимость, это может быть просто наркопотребитель. Также в этих же целях у нас есть приказ о профилактических медицинских осмотрах учащихся школ и вузов, СУЗов. Ежегодно наши врачи-наркологи выходят в школы, проводят тестирование. Среди старших классников, это 9-й, с 9-го по 11-й класс. Мы выявляем, они сдают анализы, мы с помощью тест-систем выявляем, есть ли факт употребления. Поэтому работа в этом отношении проводится, конечно, колоссальная. И также скажу, что к нашим докторам, как по цыганскому, скажем так, радио обращаются уже пациенты, знакомые пациентов. Да, Динар Магомедов дальше продолжит. При всей сложности нашего заболевания, зависимости, многие удивляются, но наши пациенты к нам приходят сами. В наркологии принудительного лечения не существует. Все пациенты, которые находятся в стационаре, они все пришли добровольно. Мы не имеем права их удерживать насильно. Они все подписывают добровольное согласие на госпитализацию, на диспансерное наблюдение. Они все приходят сами. Да, мы стараемся мониторить, как о нас узнали. Бывает, что посоветовал пациент, который уже пролечился у нас. У него есть ремиссия, у него есть хорошие результаты. Он удоволен стационарным лечением. И по его рекомендации приходит. Да, по его рекомендации. В последнее время, конечно... Осознанность не может не радовать. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а позже вернемся в студию и продолжим обсуждение темы. Итак, это программа «Здоровье», и мы сегодня обсуждаем наркозависимость. И на наши вопросы отвечают гости студии, специалисты республиканского наркологического диспансера Шарипова Динара Магомедовна, заведующая наркологическим отделением. И Магомедова Разият Махдиевна, заместитель главного врача. До того, как прерваться на рекламу, мы вскользь коснулись темы медицинских наркотиков. Да, мне бы хотелось поподробнее об этом узнать. Как так получается? Ведь медицинские наркотики – это достаточно такие препараты, которые сложно получить. Всегда ли они по рецепту выдаются? Или это может быть смесь каких-то двух легких лекарственных препаратов, которые дают такой эффект? То есть как люди умудряются получать медицинские наркотики? К сожалению, схема сейчас практическое время. Она для всех видов наркотиков одна и та же. Это все, как правило, сайты. Да, это все. То есть покупатель и продавец практически не видят друг друга. Это вот те же самые закладки, о которых все знают. У меня в последнее время нет информации о каких-то аптеках. Вот как раньше все знали, гремела аптека в Каспийске. Ну, наверное, есть еще какие-то и недобросовестные аптеки, которые могут закрыть глаза на какие-то моменты и реализовывать эти вещества. Но я думаю, в настоящее время их не так много. А так схема практически для всех видов наркотиков, она и та же. Это вот закидывают деньги на какой-то сайт, закладка, адрес. Да, по средствам. Поэтому, конечно, сейчас, я думаю, работа правоохранительных органов очень затруднена, потому что, так скажем, эта сфера иногда идет впереди планеты всей, изобретая все новые и новые виды распространения. Потому что это один, все прекрасно знают, это один из самых прибыльных видов вообще существующих бизнеса, скажем так. Учитывая все это, можно ли сказать, что с распространением социальных сетей, с их внедрением в нашу жизнь, проблема наркомании стала более остро? Или она была всегда так или иначе? Она была всегда, но я считаю, что однозначно она стала острее, потому что органам правопорядка очень сложно, я думаю, бороться с этим. Потому что просто могут быть однодневные сайты, которые реализовали, все, закрылись, потом другие эти аккаунты, киви-кошельки, там все, что угодно. То есть полный доступ. Да. Если говорить о влиянии наркотиков на организм, ну, помимо того, что возникает зависимость, человек не всегда вменяемый, адекватный, как еще наркотические психотропные вещества действуют на состояние организма, на здоровье человека в целом? Ну, конечно, наркотические вещества, они бьют по всем направлениям. Почему наркотическая зависимость, вообще зависимости, это считается социально значимыми заболеваниями. Не нужно об этом забывать, потому что страдает вся семья, начнем с этого. Страдает и финансово, и социально, и морально. Это всегда их семьи, семьи зависимых, они в напряжении, они в депрессии. Все созависимые тоже нуждаются в очень большой помощи и психологов, и психотерапевтов. Кстати, наши психологи активно работают с созависимыми, проводят группы с родителями, родительские группы, совместные группы с самими зависимыми. Страдает физическое состояние зависимого. То есть, помимо того, что все прекрасно знают, употребление наркотиков, это всегда была группа риска для заболевания ВИЧ-инфекцией, для заболевания туберкулезом, для заболевания венерическими заболеваниями, гепатиты всех видов. Поэтому наркомания, она тянет за собой целый шлейф проблем, как социальных, так и физических. И самое, что обидное, страдает всегда самое активное население. То есть, это от 25 до 40 лет. Это самое активное время, когда человек должен работать, создавать семью. И государство от этого тоже очень страдает. Потому что эти люди не озабочены работой, зарабатыванием денег, устройством семьи, бизнеса. А наоборот, они просыпаются с мыслью, как достать наркотик, засыпаются этой мыслью и выпадают из всех сфер, так скажем, жизни государства. Можно ли полностью восстановиться, восстановить функции организма, восстановить психологическое, моральное состояние после употребления наркотиков? Опять-таки, говорю, из своей практической работы, мы очень не люблю это выражение, бывших наркоманов не существует. Очень не люблю, потому что я знаю очень много своих пациентов, которые вернулись к нормальной, здоровой, социальной жизни. Они полноценные у них семьи, они работают, они востребованы. Они сумели свою вот эту энергию, которую они тратили раньше на добычу наркотиков, в правильное русло направить. И они добиваются очень хороших результатов в своей трезвой жизни. И есть люди, которые восстановились. Конечно, как правило, за время употребления почти процентов 90, наверное, успевают заработать гепатит. Но в современных реалиях есть хорошие терапии, когда можно излечить и гепатит С, и жить, работать, восстановиться. Но и очень много пациентов, которые перенесли тяжелые психозы. Вот им, конечно, сложнее. Там нужно периодически проводить обязательно профилактическую противорецидивную терапию, чтобы психика как можно лучше восстановилась и не допускать рецидивов. В чем проявляются эти психозы? Психозы проявляются. Вы, наверное, как работники телевидения, знаете, вот видите социальные сети. Я думаю, вы тоже видите много роликов, когда кто-то обнаженный ходит по улицам, кто-то выпрыгивает с окон, кто-то там с семьей что-то сделал. Ну, не буду пересказывать все эти страшные истории. Это все, как правило, под воздействием такого наркотика, как соли. Вот психостимуляторы с таким тяжелым состоянием. И особенно если употребление идет на фоне какого-то органического порока, либо травмы головы, сотрясения, каких-то проблем, и так возникших неврологических, и сверху наслаивается употребление вот этих психостимуляторов, тогда, как правило, и возникает психоз. На какой период может затянуться курс лечения, если человек после тяжелой зависимости захотел вернуться, скажем так, к нормальной жизни? Ну, курс лечения у нас обычно от 21 дня может растянуться до 60 дней, в зависимости от тяжести состояния, от тяжести психоза. То есть после этого периода человек уже может контролировать себя, ну, хотя бы немного, да, свою зависимость? Мы не волшебники, но мы стараемся как можно лучше пролечить пациента, как можно лучше подобрать терапию, чтобы он вернулся к нормальной повседневной жизни, с наименьшими потерями, скажем так. И мы всегда рекомендуем после тяжелого психоза через три месяца обратиться на противорецидивное лечение. Ну, вот это 20-60 дней, это курс, скажем так, первой помощи человека, помочь человеку восстановиться. А реабилитация после этого курса, что она из себя представляет, в чем она заключается, ее длительность какая может быть? Ну, реабилитационный курс, там подключаются психологи и психотерапевты. Если состояние пациента требует дальнейшего медикаментозного лечения уже в ходе реабилитации социальной, мы продолжаем и медикаментозно лечить, и уже ежедневно идет работа с психологом. Вот опять-таки повторюсь, мы, открыто у нас отделение, одно, наверное, из единственных в России, насколько я знаю, да, Разиат Магдина, три или четыре всего лишь государственных реабилитационных отделения. И вот у нас Каспийский открылась, конечно, работая только в начале, она ведется, мы стараемся ее наладить, но я надеюсь, реабилитация у нас будет очень активна, будут пациенты проходить на базе вот Кизлярского отделения нашего. Вы сказали, что средний возраст пациентов – это там 20, а 20 и до 40-50 лет, ну то есть достаточно сознательный возраст. Что может толкать людей на употребление наркотиков? Ну понятно, что утвердиться в компании – это все-таки больше молодежь, больше подростки. А взрослый человек, вы же в какой-то степени и психологи, когда к вам пациенты обращаются, они, наверное, делятся, рассказывают, почему они решили вот начать употреблять, зная, что это может быть очень опасно, очень серьезные последствия? Знаете, это настолько такой индивидуальный подход каждому пациенту. У каждого, в принципе, у зрелого мужчины причина какая-то своя. Кому-то скучно, да, скажем так. У кого-то есть возможность это продолжать делать, кому-то вот кто-то прямо говорит, нам это нравится. Мы не хотим это бросать. Нам это нравится, мы не видим смысла останавливаться. Тогда зачем они к вам приходят? Приходят, ну не забывайте тоже, есть толерантность высокая. Когда пациент уже дозу поднимает до такой, да, скажем, грани, что он уже не получает удовольствия и физически просто не переносит. Он обращается к нам, чтобы восстановиться, очиститься. Мы же проводим детоксикацию, симптоматическое лечение, поддерживающее все как бы функции организма, мы стараемся восстановить. Ну, таких, конечно, немного пациентов, но, к сожалению, они бывают. Какая профилактическая работа ведется у вас для того, чтобы снизить, ну, не сказать риски употребления, да, для того, чтобы призвать молодежь к более осознанному выбору и к более безопасному выбору для себя? Есть такие профилактические методы, которые помогают? Конечно, профилактические программы именно антинаркотической направленности, они у нас утверждены нашим Минздравом, утверждены нашим главным врачом, Омаровой Салихат Богомаевной. В этом плане ведется огромная работа. Профилактические программы, они у нас по плану графика, конечно, мы сотрудничаем с другими ведомствами, у нас есть межведомственные программы, мы совместно с другими медицинскими учреждениями, у нас бывают выезды, семинар совещания, мы посещаем и рабочие коллективы, и школьные собрания, то есть в этом плане работа идет у нас, конечно, большими темпами, каждый день к нам звонят с просьбой пригласить нашего доктора или психолога на беседу, либо в школу, либо уже в институты, поэтому профилактика у нас, конечно, идет тоже как основная работа, и в государственных программах это прописано. И с Министерством внутренних дел мы плотно сотрудничаем, постоянно встречаемся, буквально вчера я была на конкурсе, посвященной именно антинаркотической направленности, мы смотрели ролики, которые школьники снимали, достаточно интересные, там было не только, конечно, там танцы или песни, там были сценки, некоторые сцены были достаточно, скажем так, показывали проблему изнутри, как, допустим, ребенок подверждается влиянию дурному, но благодаря спорту или какому-нибудь благоприятному уже влиянию он может от этой зависимости как бы избавиться и дальше себя не погрузить в эту пучину. Поэтому профилактика у нас на высоком уровне. То есть учебное заведение, школа, университет, вузы, СУЗы, они могут пригласить вашего специалиста, психолога для беседы с молодежью, я так понимаю? Конечно, не только психологи, в основном у нас идут наши врачи, врачи, психиатры, наркологи, где утверждено, конечно, они идут по своему плану, но зачастую к нам звонят, вот срочно вот обнаружили, что кто-то употребил, там в седьмом-восьмом классе, вот, звонят заучи по воспитательной работе, звонят сами психологи вот в школе. Мы, конечно, никогда не отказываем, несмотря на загруженность наших докторов, несмотря на наши планы, мы никому не отказываем, стараемся, конечно, посещать по мере. За каждым доктором закреплена тоже своя школа, где он проводит, допустим, родительское собрание, обязательно приглашают нарколога для беседы. Вот Динара Магомедовна участвует в своих школах, и работа идет в этом плане хорошими темпами. Наша передача подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать, какое напутствие хотели бы дать нашим телезрителям? Можно я скажу сначала? Смотрите, я бы хотела, что сказать людям? Мы работаем уже много лет в центре города, улица Саловатова, 57 В. То есть нас знают как организацию, где можно взять, где в основном не можно взять, а где все берут обязательно. Кстати, кто не знает, наркодиспансер – это головное учреждение, которое, ну, все виды справок, да, скажем так, все обследования, все анализы, освидетельствования проводят на территории нашего, да, лечебного учреждения. Но зачастую люди, приходя к нам, вот опять-таки за справкой, за профилактическим медосмотром, не знают, что у нас существует стационар, не знают, что мы занимаемся лечением. Вот мне бы хотелось обратиться и сказать, что мы работаем в центре города каждый день, у нас стационар, мы лечим. То есть хорошо сейчас есть социальные сети, есть наш сайт, есть телеграм, есть ВК, где все материалы о наркологическом диспансере расположены. Мы можем проконсультировать в любое время. У нас телефон доверия работает круглосуточно. Поэтому, если хотят проконсультироваться, не нужно бояться, что где-то это зафиксируют, поставят на учет. Мы даже, грубо говоря, не спросим фамилию. Если нужна какая-то анонимная консультация, мы всегда ее дадим. Объясним людям, как прийти к нам, как лечь стационар, как проводим мы лечение, как сдать анализы у нас. У нас каждый день приходят матери, отцы, там, жены, которые подозревают, что их сын, дочь, муж, отец что-то употребляют. То есть у нас можно и диагностику провести. Телефон, Розид Магдин. 63-0-63, это телефон нашей горячей линии. По всем вопросам, как Динара Магомедовна, вы можете обратиться. Обращаются не только родственники или сами зависимые люди. Могут обратиться, допустим, одноклассники. Бывают соседи. Просто небезразличные люди, которые видят, что беда пришла, нужно помочь человеку. Они обращаются к нам, звонят, и мы подсказываем уже их дальнейшие шаги для того, чтобы помочь этому человеку. Спасибо, что вы были сегодня с нами в эфире. Я надеюсь, телезрители прислушаются к вашим советам, поступят звонки на ваш телефон доверия, и люди уже начнут сами осознанно приходить к вам и лечиться, лечить, помогать своим близким, своим родным. Я на этом с вами прощаюсь ровно на неделю. Берегите себя и своих близких, и пусть болезни обходят вас стороной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!